Здравствуйте, уважаемые участники! Начинаем разбор заданий муниципального этапа Всероссийской Олимпиады школьников по обществу знаний. Оценивание качества выполнения участниками заданий первого и второго или единого туров осуществляется жюри соответствующего этапа Олимпиады в соответствии с критериями и методикой оценивания выполнения олимпиадных заданий. Разработанных с учетом определения высшего балла за каждое задание отдельно, а также общей максимально возможной суммой баллов за все задания и туры. Решение каждой задачи оценивается жюри в соответствии с критериями методикой оценки, разработанными региональной предметно-методической комиссией Олимпиады. Жюри рассматривает запись решений, приведенной только в чистовике. Черновик жюри не проверяется и его содержание не может служить в качестве аргументов ни одной из сторон во время процедуры апелляции. Рассмотрим критерии к заданиям 7-8 классов. Максимальное количество баллов 100. Всего было представлено 9 заданий. Распределение баллов по заданиям представлено на слайде. Обратимся к анализу заданий. Первое задание для выбора ответа. Правильными суждениями были суждения 2. Общение в виде деятельности, при которой люди отмениваются информацией. 6. К этническим общностям относятся племя, народность, нация. 7. Патриотизм, деятельная любовь к своему народу. 8. Ученые-социологи называют два основных вида взаимодействия – сотрудничество и соперничество. И 10. По Конституции Российской Федерации наше государство является социальным, что предполагает достойность жизни и свободное развитие человека. Суждения под номерами 1, 3, 4, 5 и 9 были неверными. 2. Второе задание. Что из перечисленного закреплено в Конституции Российской Федерации? Да, если положение закреплено в Конституции, нет, если не закреплено в Конституции. В Конституции были закреплены третье суждение формы государства, пятое – положение основы конституционного строя, шестое – разделение государственной власти в Российской Федерации на законодательную, исполнительную и судебную, восьмое – суверенитет Российской Федерации распространяется на всю ее территорию, и девятое – земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности. Ответы 1, 2, 4, 7 и 10 были неверными. Третье задание. На ряды. Необходимо было назвать лишнее слово, и в случае, если лишнее слово правильно названо, то тогда еще и оценивалась верность обоснования. В первом ряду лишнее – религиозное, так как не относится к сферам общественной жизни. Религии являются частью духовной сферы жизни общества. Во втором ряду лишние конкуренции не относятся к видам или стадиям экономической деятельности. В третьих, лишняя прибыль не относится к факторам производства, является факторным доходом от предпринимательства. В четвертых, принципиальное не относится к основам российского демократического избирательного права. И в пятом ряду лишний нормативный контракт не относится к формам, источникам права. Четвертое задание. Нужно было вставить пропуски. В левой колонке были пропущены понятия. Было пропущено первое понятие – общество, второе понятие – право, и третье понятие – государство. За каждое правильно вставленное понятие вставилось три балла. В правом столбике нужно было вписать определения. Здесь пропущено было два определения. Определение морали и определение семьи. За каждое верно сформулированное определение стоялось три балла. Каким образом рассчитывалась верность определения? Если указано родовое понятие и хотя бы один существенный признак еще. Либо, если указаны два существенных признака. Если в определении указан только один существенный признак без родового понятия, то ставился один балл. Если только родовое понятие указывалось, то это ноль баллов. Соответственно, определение морали – возможная формулировка. Это неформальные правила поведения, это родовое понятие. И здесь существенный признак. Правила поведения – родовое понятие, неформальное – это уже существенный признак. И еще один существенный признак – регулирующие общественные отношения с позицией добра и зла. Далее, семья можно было сформулировать как малая социальная группа, основанная на браке и кровном родстве, связанной общностью быта и взаимной ответственности. Либо можно было сформулировать, что это социальный институт, который характеризуется совокупностью социальных норм, санкций образцов поведения, регламентирующих отношения между супругами, родителями, их детьми и другими родственниками. Пятое задание. Была представлена схема. Нужно было вставить в пропуски. Здесь схема структуры системы образования в Российской Федерации. Нужно было вписать пропущенные уровни образования. Были пропущены такие уровни, как общее образование, профессиональное образование и дополнительное образование. В общем образовании нужно было вписать такие уровни, как начальное общее, основное общее, среднее общее. И в профессиональном образовании был пропущен уровень средне-профессиональный. Также нужно было в уровнях общего образования вписать классы. Начальные общие – это 1-4 классы, средние общие – 10-11 классы. Шестое задание – творческое задание культурологического плана. Во всех исторических цивилизациях, культурах есть общая в оценке жизни людей обстоятельств, что нашло отражение в народных пословицах. Приведены были шумерские пословицы, нужно было подобрать соответствующие им по смыслу пословицы других народов, ну, например, русские пословицы или пословицы других народов, объяснить смысл этих пословиц. Первая пословица шумерская – не руби голову тому, у кого она уже отрублена. Возможны и соответствующие пословицы других народов. Русская пословица – не бей лежачего или после драки кулаками не машут. Могли быть приведены иные близкие по смыслу пословицы. За то, что привели близкую по смыслу пословицу – 2 балла. Если объяснили смысл, например, не имеет смысла продолжать дело после его завершения. Смысл может быть раскрыт в разных вариациях. И здесь нужно было 2 балла получить за верное раскрытие смысла, даже если аналог пословицы других народов не назван. Вторая шумерская пословица – мой бык тебе молоко принесет. Возможная соответствующая пословица от других народов, от него толку как от козла молока. Могли быть приведены иные близкие по смыслу пословицы. 2 балла за подходящую по смыслу пословицу. Возможное объяснение смысла. Нет смысла требовать от человека того, что он не может сделать. Смысл мог быть раскрыт в разных вариациях. 2 балла за верное раскрытие смысла, даже если аналог пословицы других народов не назван. Седьмое задание. На финансовую грамотность. Совершеннолетнему Ивану поступил звонок от неизвестного абонента о том, что он просрочил платеж по кредиту и должен заплатить пеню. Поэтому ему необходимо сообщить звонящему номер своего банковского счета. Первый вопрос. В чем состоит опасность данной ситуации для личных финансов Ивана П? Ответ. Скорее всего, это мошенники, которые планировали получить конфиденциальную информацию и в дальнейшем снять со счета все деньги. Один балл. Второй вопрос. Как ему правильно поступить в данной ситуации? Ответ. Ни в коем случае не сообщать номер своего банковского счета, обратиться на горячую линию клиентов или службу безопасности банка. Один балл. Третий вопрос. На какие условия кредитования необходимо обратить внимание заемщику при оформлении кредита? Здесь при правильном указании двух и более условий два балла, если названо одно условие, один балл. Например, процентная ставка по кредиту, размер минимального платежа, порядок погашения задолженности, различные комиссии, срок кредитования, обеспечение кредитования, полная стоимость кредита и другие. Восьмое задание. Восьмое задание. Восьмое задание. Восьмое задание. Неблагая, бесполезная. Средний путь. Путь, способствующий постижению понимания, ведущий к просветлению. Христианство. Изображение. А и Е. Третье высказание. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Ислам. Изображение. В Lords. Высказывание второе. Будь осторожен, не дай женщине заплакать, ибо Аллах считает ее слезы. И девятое завершающее задание – вставить слова или словосочетания в текст. Первоначально искусством называли высокую степень мастерства в каком-либо деле. Это значение слова присутствует в языке до сих пор, когда мы говорим об искусстве врача или учителя, о боевом искусстве или ораторском. Позже понятия искусства стали чаще использовать для описания особой деятельности, направленной на, и здесь мы вставляем термин «отражение» и «преобразование мира в соответствии с», и тут вставляем эстетическими нормами, то есть по законам прекрасного. При этом первоначальное значение слова сохранилось, так как для создания чего-то прекрасного требуется высочайшее, здесь мы вставляем мастерство. Мир и человек в совокупности их отношений друг с другом являются, здесь вставляем, предметом искусства. Далее вставим форму существования искусства, художественные произведения, поэмы, картины, спектакли, кинофильмы и так далее. Цель искусства двойственна для творца – это, и здесь мы вставляем художественное самовыражение для зрителя, наслаждение красотой. Таким образом, за все 9 заданий максимальное количество баллов – 100. Обратимся к разбору заданий 9-11 классов первого тура. Максимальное количество заданий за баллов за первый тур – 60. Всего заданий в первом туре – 8. Задания для выбора ответа. Верными суждениями были второе – нормы и санкции элемента социального контроля. Третье – образ своего «я» формируется у человека в процессе социального взаимодействия. Шестое – правоспособность – это способность иметь права и выполнять обязанности. Девятое – цивилизация – это совокупность уникальных проявлений общественных порядков, отличающих одну историческую общность людей от других. Суждения – первое, четвертое, пятое, седьмое, восьмое, десятое – неверные. Задания на ряды. Нужно назвать лишнее слово, и в случае, если лишнее слово правильно названо, тогда еще оценивалось и верное обоснование. В первом ряду лишний томизм не относится к экономическим теориям и учениям. Во втором ряду лишний государственный совет КНР не относится к законодательным органам власти – это исполнительный орган. В третьих – лишний буддизм не относится к национально-государственным религиям – это мировая религия. В четвертых – лишние деньги не относятся к ценным бумагам. И в пятое – лишние представления не относятся к рациональному уровню познания – это форма чувственного уровня познания. Третья – политологическая задача. Представлены описания форм государства в разных странах. Из трех характеристик для каждой страны являлась одна ошибочная. Нужно было выписать порядковый номер неверной характеристики, а также элементы формы государства каждой из стран. Первая страна – Германия. Ошибочная характеристика – два. Президент сосредоточивает в своих руках полномочий главы государства и глава правительства. Форма государственного устройства – федеративная. Форма правления – парламентская республика. Политический режим – демократический. Вторая страна – Италия. Ошибочная характеристика – первая. В двухпалатном парламенте одна из палат представляет интересы субъектов. Форма государственного устройства – унитарная. Форма правления – парламентская республика. Политический режим – демократический. Третья страна – Бразилия. Здесь ошибочная характеристика – вторая. Правительство формируется парламентом из числа депутатов партии, имеющих большинство в парламенте, и несет ответственность перед парламентом. Форма государственного устройства – федеративная. Форма правления – президентская республика. Политический режим – демократический. Четвертое государство Испания. Ошибочная характеристика 2. Президент обладает значительными полномочиями, он самостоятельно формирует правительство, которое несет ответственность перед президентом, а не перед парламентом. Форма государственного устройства унитарная, форма правления парламентской монархии, политический режим демократический. Далее решить экономические задачи. Это при условии ежегодного дохода 18% годовых. Насколько вырастет капитал, вложенный в дело? Ответ. Капитал вырастет на 180 тысяч рублей. Правильно оценивалось и ответ, и решение по одному баллу. Пятое задание. Правовые задачи. Первое. При приеме на работу курьером 17-летней Вере в трудовой договор включили условия об испытательном сроке в два месяца. Через месяц ее уволили как невыдержавшую испытание. Правомерно ли действие работодателя? Обоснуйте ответ. Действие работодателя неправомерно. 1 балл. Поскольку в соответствии со статьей 70 Трудового кодекса Российской Федерации при приеме на работу лиц, не достигших возраста 18 лет, испытательный срок не устанавливается. 1 балл. Еще нужно было назвать три особенности регулирования труда несовершеннолетних. 2 балла за 3 особенности, 1 балл за 2 особенности. За одну особенность 0 баллов. Первое. Ежегодный основной оплачиваем отпуск продолжительностью 31 календарный день в удобное для несовершеннолетнего работника время. Обязательный медицинский осмотр. Не может работать в ночное время. Не может переносить тяжести, превышающие установленные предельные нормы. Например, юноша 20 кг, девушка 7 кг и так далее. Вторая задача. В соответствии с составленным завещением, все принадлежащее гражданину И ко дню его смерти имущество должно было перейти к его старшему совершеннолетнему сыну. К моменту открытия наследства выяснилось, что о своих наследственных правах также заявили 16-летняя дочь гражданина И, его нетрудоспособная жена, а также его 25-летний родной брат. Кто будет наследовать имущество гражданина И? Обоснуйте свой ответ. Ответ. 16-летняя дочь и нетрудоспособная жена, как обязательные наследники и старший сын по завещанию. Один балл за правильное указание наследников и один балл за обоснование. Шестая логическая задача. Судья И впарировал аргументы, ставящие под сомнение обоснованность утверждения свидетеля о неправомерности решения, отклоняющего протест против постановления об аннулировании заявлений об отказе им от своих параначальных показаний. Означает ли это, что она оставила в силе первоначальные показания свидетеля? Обоснуйте свой ответ. Ответ. Нет, она признала отказ от первоначальных показаний. Один балл за правильный ответ, один балл за правильное обоснование. Задание проверяет навыки анализа логической формы, а именно умение выделять пропозициональное содержание суждений и определять число применяемых к нему отрицаний. Также предполагается знание одного из фундаментальных законов классической логики – закона двойного отрицания. Первый способ решения – это одновременное сокращение четного числа пропозициональных отрицаний. Выявим содержание, относительно которого выносится суждение. В данном случае это первоначальное показание свидетеля. И посчитаем отрицание. Отказ, аннулирование, протест против, отклонение, неправомирность, сомнение, парировать. Семь отрицаний. Нечетное число отрицаний говорит о том, что судья признал отказ от показаний. Седьмое задание. Нужно было вставить пропущенное слово. Это понятие «свобода». Один балл за правильно названное слово. В случае, если правильно названо понятие, то также дальше оценивалось и обоснование того, какое из этих понятий является наиболее важным и интересным. Два балла за грамотное обоснование с использованием теоретической или фактической аргументации. И один балл за обоснование ответа на основе только обыденного опыта. И восьмое задание, завершающее в первом туре задание на иллюстративные ряды. Ученик готовил презентацию по обществу о знаниях, но в ее итоговой версии произошел сбой, в результате чего перемешались иллюстрации. Помогите восстановить презентацию по имеющимся иллюстрациям. Первая часть задания. Заполните схему, указав общее для всех изображений обществовеческое понятие, а также его формы. Впишите в соответствующие ячейки буквенное в означении иллюстрации, которые относятся к названным формам. Здесь общее название – это формы культуры либо культура. Формы – народная, массовая и элитарная. К народной относятся иллюстрации А и Е, к массовой – В и к элитарной – Г и Д. И вторая часть данного задания нужно было назвать по два признака каждой из указанных форм. За шесть верных признаков два балла можно было получить, за четыре – пять верных признаков один балл. Меньше четырех признаков правильно указаны – ноль баллов. Значит, народная культура – возможные признаки анонимность, коллективность творческих процессов. В массовой культуре возможные признаки коммерческий, развлекательный характер, стандартизация содержания не требуют специальной подготовки для восприятия. И для элитарной культуры ориентировано на узкий круг подготовленного зрителя, сложность содержания, главное – самовыражение автора и так далее. Это мы рассмотрели задание первого тура. Еще раз напоминаю, что за первый тур максимальное количество заданий – 60. Рассмотрим теперь второй тур. Здесь нужно было написать сочинение эссе. Максимальное количество баллов за сочинение эссе – 40. Здесь оценивалось по пяти критериям. Первый критерий – понимание темы и соответствие ей содержания работы. За первый критерий максимальное количество баллов – 10. Каким образом детализируется первый критерий? Первое – умение выделять основную проблему, отделять главное от второстепенного. Если участник выделяет основную проблему – 1 балл. Если он выделяет не только основную проблему, но еще и второстепенные аспекты, то значит здесь выставлялось 2 балла. Во-вторых, умение обосновать ее значимость для общественных наук и социальной практики. Если участник обосновывает значимость для общественных наук – 1 балл, для социальной практики – еще 1 балл. В-третьих, выделение аспектов проблемы и понимания связи между ними. Если выделены два аспекта – 1 балл, если больше двух аспектов – 2 балла. В-четвертых, соответствие содержания и работы заявленной теме полностью соответствует 2 балла. Частично соответствует 1 балл. И пятая – полнота раскрытия темы. Раскрыт один основной аспект – 1 балл, раскрыты несколько аспектов – 2 балла. И всего по первому критерию таким образом максимум 10 баллов. Обратите внимание, если тема не понята автором или проинтерпретирована совершенно неправильно, грубо проигнорировано объективное содержание темы, остальные критерии при проверке данной работы могут не учитываться, и за все эссе выставляются либо 0 баллов, либо по решению жюри не более 5 баллов за всю работу. Второй критерий – умение сформулировать и обосновать собственную точку зрения при раскрытии темы. За второй критерий максимум 4 балла. Во-первых, собственная точка зрения сформулирована, точно обозначена – 2 балла. Если точку зрения автора можно понять только в контексте эссе – 1 балл. И во-вторых, обоснование собственной точки зрения теоретически обосновано – 1 балл, если еще и фактически обосновано – еще 1 балл. Таким образом, по второму критерию максимум 4 балла. Третий критерий – владение теоретическим и фактическим материалом по теме. Самое большое количество баллов здесь – 18 баллов. Каким образом детализируется третий критерий? Первое. Внутреннее смысловое единство, согласованность ключевых тезисов и утверждений, непротиворечивость суждений, отсутствие пробелов в аргументации. Если непротиворечивая аргументация и теоретическая, и фактическая, то ставится 2 балла. Если непротиворечивая аргументация либо теоретическая, либо фактическая, то 1 балл. Во-вторых, опоры на научные теории, знания основных теоретических подходов и их представителей. Называют научные теории и подходы 1 балл. Если называют представителей еще научных теорий, еще 1 балл. Если называют не менее двух научных теорий и их представителей, то все вместе ставится 3 балла. В-третьих, владение понятиями курса – один балл. Грамотность определения понятий. Дано определение двух и более понятий – два балла. Одного понятия – один балл. Знание классификации функций явлений процесса. Приводит от двух и более теоретических положений – два балла, одно теоретическое положение – один балл. Четвертое. Опора на факты общественной жизни – один балл. Личность, социальный опыт – еще один балл. Пятое. Использование примеров из всемирной отечественной истории. Из всемирной истории – один балл, еще из отечественной истории – еще один балл. Шестое. Использование примеров из произведений мировой культуры – литература, театр, кино, живопись, музыка и т.д. от нуля до двух баллов. И седьмое. Уместность приводимых аргументов. Все аргументы уместны – два балла. Большинство аргументов уместны – один балл. То есть всего по третьему критерию максимум 18 баллов. В случае, если анализ проведен исключительно в повседневно-житийском уровне или при наличии в работе не относящихся к теме фрагментов текста или примеров по данному критерию, ставится ноль баллов. Четвертый критерий – умение сформулировать основные выводы по итогам рассмотрения темы. Максимум по четвертому критерию – четыре балла. Во-первых, выводы сформулированы. Если один вывод – один балл, несколько выводов – два балла. А если выводы осуществлены на структурных взаимосвязях между используемыми понятиями – генерализация, аналогия, анализ, синтез – еще один балл. И пятый критерий – навык организации академического текста, связанный с системной последовательностью изложения культуры письма. Детализация пятого критерия представлена на слайде. Здесь максимум 5 баллов можно было заработать по каждому из представленных детализированных пунктов по одному баллу. Таким образом, максимальное количество баллов за эссе сочинения – 40 баллов. И таким образом, у девятого-одиннадцатого классов за первый тур – 60 баллов, за второй тур – 40 баллов и максимум 100 баллов. Обратите внимание, за неправильно указанные ответы баллы не вычитываются. Если вопрос предполагает только один ответ, а указан два и более, в том числе и правильный, участник получает ноль баллов. И по результатам проверки конкурсных работ жюри выстраивает итоговый рейтинг по каждой параллели. Уважаемые участники, еще важно, чтобы был разборчивый почерк. Члены жюри не оценивают нечитаемые тексты. Я благодарю вас за внимание. Всего доброго, успехов!